приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана подстричь волосы значит изменить судьбу в какой день лучше подстричь волосы чтобы изменить судьбу к лучшему узнаете прямо сейчас наверняка вы обращали внимание что обыкновенная смена прически способна значительно повлиять на облик человека сделать его более стильным и привлекательным однако наши локоны выполнять не только эстетические функции они также являются каналами по которым мы получаем космическую энергию поэтому так важно заботиться о них и беречь ведь поврежденные прядки отрастают отнюдь не быстро стрижка меняет все визит к парикмахеру очень важное мероприятие ведь он меняет не только ваш облик манипуляции шевелеры вносят изменения вашу дальнейшую судьбу воздействует на энергетический кокон который окутывает каждого человека поэтому к смене прически нужно подходить ответственно существует несколько правил следуя которым вы избежите негативных последствий вызванных неправильным состриганием волос избежите их выпадения а также сохраните поддержку свыше прежде всего важно четко понимать какой результат вы хотите получить также необходимо соблюдать следующие несложные рекомендации позволяющие уберечься от опасностей сделайте правильный выбор мастера человек который будет вас тричь изменит не только ваш облик но и биополе по этой причине подойдите к подбору мастера максимально ответственно присмотритесь к сотрудникам салона чтобы выбрать самого энергичного и позитивно настроенного парикмахера если прическу сделать человек со светлой энергетикой ваша жизнь вскоре изменится в лучшую сторону имеет значение и возраст мастера если вы не хотите чтобы его действия оказали существенное влияние на ваше будущее выбирайте специалиста одного с вами возраста или помладше в некоторых ситуациях к примеру если вы постоянно попадаете неприятной ситуации возникающие на ровном месте имеет смысл подстричься у человека постарше особенно если он является признанным стилистом достигшим известности разумеется его работа будет стоить гораздо дороже но вы ни разу не пожалеете об этих расходах позитивные перемены наглянуть стремительно и скоре вы и думать забудете о былых неудачах второе исключите неблагоприятные дни планируя стрижку обязательно сверстись календарем луны так вы не навредите своему здоровью и памяти не назначайте визит салон красоты на 9 15 23 или 29 лунный день чтобы не навлечь на себя неприятностей по той же причине следует убедиться что выбранное вами время не попадать на солнечное или лунное затмение третье учитывайте фазу луны чтобы ваши локоны отрасли значительно быстрее обрезать их следует в полнолуние если же вас не устраивает текстура волос или вы хотите сделать их более мягкими послушными или укрепить выберите день когда луна убывают дополнительным плюсом станет более медленное отрастание состриженного благодаря чему вы сумеете сохранить эффектный вид вашей шевелюра гораздо дольше четвертое выбирайте мастера своего пола если вас обслуживает мастер противоположного пола помимо положительного эффекта от стрижки вы рискуете получить неприятности связанные с личной жизнью связано это с разницей энергии мужчины и женщины в процессе создания новой прически парикмахер оказывает влияние на все ваши энергетические оболочки из-за чего стороннее воздействие может оказаться фатальным вспомните легенду о царе самсоне обессилевшим после того как его волос коснулась женщина данное предание возникло отнюдь не на пустом месте пятое не состригайте волосы сами себе это очень опасно ведь вы не сможете внести положительные изменения в собственную ауру более того такие действия могут усугубить имеющиеся трудности ведь используя поврежденную энергию вы можете еще больше навредить своему биополию поэтому отложите ножницы в сторону и обратитесь за помощью к другому человеку к слову даже наши предки знали что состригание волос способна повлиять на организм поэтому простывшему человеку в первую очередь рекомендовали отрезать их кончики вместе с ними уходила негативная энергетика и недуг быстро отступал в какой день недели лучше всего стричься этот вопрос интересует многих ответ на него зависит от результата который вы хотите получить чтобы не ошибиться выборе изучите влияние каждого дня понедельник если вы подстрижетесь в этот день то получите возможность избавиться от накопленного негатива обернуть сложной ситуации свою пользу также он подходит для изменения цвета волос вторник вы усилите не только внешнюю привлекательность но и увеличите внутренние резервы после визита в парикмахерскую энергии будет бить ключом позволяя вам справиться с любыми трудностями кроме того вы привлечете жизнь множество новых интересных событий среда это день хороший для решения вопросов коммуникабельности срезов отросшие локоны вы сумеете обзавестись новыми знакомствами помириться со старыми друзьями изменения коснуться и вашего образа жизни вы сумеете больше перемещаться увеличите круг общения и узнаете много новой информации четверг этот день подходит для людей нуждающихся в удачливости помимо этого изменения прически прибавит вам богополучие сделает известнее и повлияет на взаимоотношения с окружающими пятница день красоты и очарования стрижка сделаны в это время влиять не только на волосы весь ваш облик станет интереснее усилится привлекательность суббота хороший день для оздоровления прядок обновление прически этот период является наиболее благополучным для визита к мастеру поскольку вместе со срезанными локонами вы избавляетесь от части накопленных грехов включая пригрешение членов семьи воскресенье для большинства людей это неблагоприятная пора для посещения парикмахера так как имеется риск отрезать счастливую судьбу однако если вы находитесь сложной ситуации когда черная жизненная полоса затянулась изменения во внешнем виде могут оказаться во благо